Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Дюфрейн Пропитаться этим стихом, чтобы жить жизнью, предназначенной нам Богом, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии, которое принадлежит святым, ходящим во свете. За что мы Его благодарим? За то, что Он уже избавил нас от царства тьмы и уже ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Я хочу прочитать вам эти стихи в расширенном переводе. «Благодаря Отца, сделавшего нас способными и пригодными к участию в наследии святых, Божьего святого народа, во свете, Отец избавил и привлек нас к Себе самому». «А-а-а-а!» «Когда мы привлечены к Нему, ни для чего темного нет места. Нет места ничему, что не произошло от Него. В Его присутствии нет места ничему, что Он не создал». «Отец избавил и привлек нас к Себе самому из-под контроля и владычества тьмы и переместил нас в царство Сына Любви Своей». «Мне так нравятся эти слова, что Он переместил нас. Это значит, что мы не делами переходим в гражданство Его царства. Он поднял и переместил нас». Кто сказал, что Енох и Илья единственные были перенесены? Их тела были перенесены, но все наше естество было перенесено. Наш дух, наша власть, наша позиция во Христе. Мы перенесены в совершенно новое царство. Причина тревог в том, что люди думают не о том царстве. Люди боятся, потому что думают о царстве, которому они больше не принадлежат. Чтобы наслаждаться преимуществами царства, в которое мы перенесены, думайте об этом царстве, говорите об этом царстве, размышляйте о том, что принадлежит этому царству. Пусть это будет темой ваших бесед за ужином. Вместо того, чтобы говорить, «Дорогая, у нас просто не хватит денег». Скажите, знаешь что? В том царстве, к которому мы принадлежим, нет недостатка. Мы должны мыслить категориями царства, а не нужд, потому что Бог преобразил нас, сделал нас новым творением во Христе. Почему? Чтобы мы эффективно и плодотворно действовали в новом царстве. Аминь. Аллилуйя. Я обожаю это. Нам нужно схватиться за это, вложить это в наши уста и наше мышление, чтобы мы не пытались заполучить что-то, к чему мы уже приобщились. Аминь. Заметьте, первые слова этого местописания «благодарятся». Как нам активизировать все это в своей жизни? Когда приходит страх, «Отец, я благодарю Тебя, что я уже избавлена от царства страха. Спасибо, что этому нет места во мне. Я благодарю Тебя, что больше ни одно мгновение моей жизни не должно пройти в страхе. Ни одно мгновение моей жизни не пройдет в угоду симптомам и боли. Больше никогда. Больше никогда. Когда вы понимаете и благодарите за это, благодарность активизирует вашу веру в это. Аминь. Слава Господу. Благодаря Отца. Так часто люди пытаются от чего-то освободиться, не осознавая, что они уже свободны. Когда что-то приходит, скажите, «Нет, я уже свободен от тебя». Когда постоянно возвращаются одни и те же симптомы, скажите, «Нет, я уже от вас свободен, я уже свободен от вас». И дьявол скажет, «Но ты же их чувствуешь». «Нет, не важно, что я чувствую». Суть не в том, что я чувствую, а какому царству я принадлежу. Дело в царстве. Я знаю, какому царству я принадлежу. Я знаю, что я не принадлежу царству боли. Я не принадлежу царству симптомов, болезней, немощей и повторяющихся проблем со здоровьем. Аминь. Вам нужно применять свои права, иначе дьявол воспользуется случаем. Когда Бог избавил свой народ из Египта, Он поставил их на правильный путь, не так ли? Он повел их в то место, где им понадобится чудо. Но все в порядке. Он же сотворил чудеса, чтобы вывести их из того места, где они были. Поэтому логично, что потребуются чудеса, и чтобы ввести их. Итак, Он их избавил из Египта. Они подходят к Красному морю. Перед ними море. Гряда гор с одной стороны, гряда гор с другой стороны. И озлобленная вражеская армия людей, у которых умерли первенцы, гонится за ними. Вот это денек. А вам казалось, что у вас трудный день. Когда они увидели, что на них надвигается вражеская армия, были ли они все еще свободны? Они все еще были свободны. Они были уже избавлены. Уже избавлены. Красное море разделилось, они перешли его, и вражеская армия попыталась последовать за ними в их свободу. И что произошло? Бог защитил свой народ. И то, что пыталось преследовать их, не смогло этого сделать, потому что его народ продолжал идти. Они не остановились у Красного моря и не пытались сражаться с тем, от чего были избавлены. Они не обернулись и не попытались сражаться с этой армией. Они были уже избавлены от того народа, от тех людей. Они уже были избавлены. Они не остановились в своем продвижении. Вот почему многие люди лишаются того, что принадлежит им по праву, и не продвигаются вперед. Они останавливаются у своей нужды и сражаются с ней. В своем разуме пытаются с ней сражаться. А израильтяне осознали, будем просто продолжать двигаться вперед и игнорировать это. И по мере продвижения вперед, то, во что Бог ввел меня, защитит меня от того, что пытается последовать за мной в мою свободу. Бог много лет назад мне сказал, «Если ты по-прежнему видишь египтян, это еще не значит, что ты вернулась в Египет. То, что вы еще чувствуете боль, не означает, что вы вернулись в болезнь. Вы не больные, пытающиеся исцелиться. Вы исцеленные, а дьявол пытается украсть у вас здоровье. Вы не нищие, пытающиеся разбогатеть. Вы богатые. А нищета пытается прицепиться к вашей жизни. Поэтому суть не в том, что мне надо заполучить деньги, а в том, что я уже в царстве обеспечения. Я уже в царстве избытка, и я говорю об этом, я думаю об этом, мои разговоры соответствуют этому, и мой разум переваривает эти мысли». Аминь. Проблема некоторых людей веры в том, что они выучили правильный жаргон, но не дисциплинируют свои мысли. Мы говорим правильные вещи, но в собственном разуме мы говорим себе что-то другое. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Если вы говорите одно своим друзьям по вере, христианам, что-то, что звучит как вера, а потом в своих мыслях, «Где же я раздобуду эти деньги?» «Боже мой, и что же мне делать?» И вы волнуетесь. У вас двоятся мысли. Вы говорите, вкладываете в слова одно, а в мыслях прокручиваете что-то другое. Аминь. Аллилуйя. Вам не придется трудиться над тем, что вы говорите, если вы думаете о правильных вещах. Многие люди просто работают над тем, что они говорят, потому что они не научились вынашивать правильные мысли. Когда вы вынашиваете правильные мысли, они легко выливаются в правильные слова. Аминь. Слава Господу. Вы знаете, как много людей пытаются стать свободными от греха? Я говорю о христианах. А вы знаете, что слово говорит? Грех не будет над вами господствовать. Но почему тогда у меня эта проблема в моей плоти? Потому что вы позволяете неправильным вещам господствовать над вами. Аминь. Вы управитель, смотритель своего тела, своего дома, своей жизни. Вы управитель, вы хранитель. Аминь. Если бы кто-то подошел к входной двери вашего дома и сказал, «Убирайтесь, мы с семьей сюда въезжаем», вы бы сказали, «Нет, никуда вы не въедете». Вы бы не сказали, «А, ну проходите». Но именно так многие люди поступают с неправильным мышлением. Заходи, волнение, заходи, страх. Они принимают эти мысли и прокручивают их и обращаются с ними так, будто они им принадлежат. Если чему-то не место у вас, не запускайте это. Вам следует распознать, это не из Царства Божьего, а значит, не войдет. Не войдет. А если уже вошло, то будет выброшено. Если вы можете открыть дверь для неправильного мышления, вы можете и захлопнуть перед ним дверь. Кстати, никто за вас эту дверь не закроет, если вы ее открыли. Жить жизнью, предназначенной нам Богом, означает быть внимательными к своей умственной жизни. Некоторые люди настолько легкомысленно и бездумно относятся к тому, что происходит здесь, наверху. Они предаются мыслям, волнением, мыслям, страха, целыми днями и неделями, даже не осознавая, что они делают. Я вам вот что скажу. Когда вы всецело, всем сердцем обратитесь к тому, что у Бога есть для вас, вы не будете растрачивать свои мысли на то, что не приведет вас в лучшее, что у Него есть. Аминь. Слава Господу. Откройте со мной, пожалуйста, первую главу Ефесянам. В первой главе Ефесянам третьем стихе сказано следующее. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Разве не звучит похоже на «благодаря Бога и Отца»? Разве не звучит очень похоже на предыдущее место Писания? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Почему мы Его благословляем? Потому что Он уже благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Мой любимый перевод звучит так, «Который благословил нас всем, чем наслаждаются сами небеса». Как нам начать наслаждаться тем, чем нас уже благословили небеса? Он сказал вам в первой фразе «Благословен Бог! Благословляйте Его! Я благословляю Тебя, Отец! Ты сделал это для меня! Спасибо Тебе, что Ты сделал это для меня! Все, чем наслаждаются небеса, Ты сделал для меня доступным уже здесь, на земле!» Другими словами, мы можем жить небесами до того, как отправимся на небеса. Ничто небесное не удержано от нас, кроме местонахождения. Поток небес теперь наш. Аминь. И можно вам сказать, атмосфера небес тоже доступна. Почему? В Его присутствии полнота радостей. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы благословляем и благодарим Его, говоря, «Ты уже благословил меня всем, чем наслаждаются небеса». А небеса наслаждаются полным обеспечением прямо сейчас. Ты уже благословил меня полным обеспечением. Вы скажете, «Но деньги же не пришли». Это потому, что вы пока не осознали внутри, что дело не в деньгах, а в благословении, которое заставляет деньги прийти. А благословение вам принадлежит. Он уже благословил меня. Он уже благословил вас, всем, чем прямо сейчас наслаждаются небеса. Если вы будете говорить об этом, провозглашать это, призывать это, тогда сила чудес становится у вас и не пройдет мимо. Аминь. Аллилуйя. Откройте со мной, пожалуйста, пятую главу Иоанна. Иоанна, пятая глава. Позвольте вам сказать, когда он говорит, что он уже благословил нас всем, чем наслаждаются сами небеса, это не что-то, что вашей вере нужно заслужить. Часто люди пытаются верой заслужить то, чем Бог их уже обеспечил. Верой им нужно войти в это, но не заслужить это, это им уже принадлежит. Но вера это осознает и говорит, думаю, я вступлю во владение этим. Аминь. Иоанна, пятая глава, шестой стих. Я буду читать из расширенного перевода. Как вы знаете, в этом месте Писания Иисус пришел к купальне Вефезда. Там было пять крытых ходов, заполненных хромыми, больными, иссохшими. Там собрались страдающие люди. И он подходит к одному человеку и задает ему вопрос. И в расширенном переводе шестого стиха пятой главы Иоанна это звучит так. Говорит ему, хочешь ли ты стать здоровым? Не странный ли вопрос к больному человеку? Хочешь ли ты стать здоровым? Мой муж проводил служение исцеления, и я ездила с ним многие годы, чего я только не видела в очереди на молитву за исцеление. Одна ситуация была довольно комичной. мужчина вышел ковыляя на костылях и на ноге у него был очень серьезный гипс. Он вышел на молитву за исцеление и Эд сказал ему, с какой целью вы сюда вышли? Люди сказали бы, ну что за глупый вопрос? Нет, нужно выяснить, во что верит этот человек, не что очевидно для других, а о чем верит этот человек. И этот мужчина ответил, помолитесь пожалуйста за мои плечи, они болят от использования костылей. И Эд рассмеялся, и собрание начало смеяться, потому что он просто хотел помощи в использовании костылей. Эд сказал, а ваша нога вас как-то беспокоит? Он сказал, о нет, там все в порядке, врачи уже все исправили. Необходимо выяснить, во что люди способны поверить. Что-то, что очевидно одним, не всегда очевидно другим. Иисус подошел и сказал, хочешь ли ты стать здоровым? Некоторые люди не хотели бы быть здоровыми. Много лет назад Эд рассказывал когда у него была его первая церковь, он проводил служение исцеления, и была одна девушка, которая попала в страшную аварию и осталась калекой, полностью парализованной. И шло судебное разбирательство о выплате компенсации, потому что она утратила способность пользоваться своими конечностями. Эд служил ей, и она встала со своей коляски и пошла. Бывшие там представители прессы сфотографировали это и разместили фотографию на первой полосе газеты в ближайшие пару дней. Когда это произошло, родители этой девушки, ей было около двадцати, позвонили и сказали, «Позвоните в эту газету и добейтесь, чтобы они опровергли эту историю». Он спросил «Почему?» Они ответили «Мы вот-вот получим компенсацию от страховой компании, крупную сумму за ее аварию. И если они увидят эту газету, они не заплатят». И вы знаете, совсем скоро она снова была калекой в коляске. Почему? Потому что они не хотели здоровую дочку, они хотели денег. Поэтому это не странный вопрос, когда Иисус подходит к этому человеку и говорит «Хочешь ли ты быть здоровым?» Заметьте, Он может исполнить для нас только то, чего мы хотим. Если мы не особо в этом заинтересованы, мы не предпримем необходимые шаги, чтобы войти во владение тем, что Он нам обеспечил, хотя это нам принадлежит. Нам нужно быть достаточно заинтересованными, чтобы позвать. Нам нужно быть достаточно заинтересованными, чтобы размышлять и говорить о том, что нам принадлежит к царстве, которому мы принадлежим. Если мы об этом не говорим, мы не заинтересованы. И дьявол будет обкрадывать незаинтересованных людей, потому что он заинтересован. Дьявол заинтересован в том, чем он занимается. Он заинтересован в том, чтобы убивать, красть, губить, грабить. Он в этом полностью заинтересован. И когда кто-то не настолько сильно заинтересован в своем собственном благополучии, как дьявол в своей цели, то дьявол может взять верх в его жизни. Но это не должно так быть. Итак, в Иоанна 5, 6 сказано, «Хочешь ли ты стать здоровым?» И в расширенном переводе сказано, «Ты на самом деле всерьез желаешь стать здоровым?» Обратите внимание, даже когда у Бога есть что-то великолепное для вашей жизни, если вы в этом не заинтересованы, вы не можете это принять, потому что, чтобы принять, нужна вера. Если вы не заинтересованы, веры нет. Аминь. Мне нравится начало этого вопроса. «Хочешь ли ты стать здоровым?» Мы можем использовать это «хочешь ли ты?» Может, вы не в исцелении нуждаетесь, но хотите ли вы? Хотите ли вы обновить свой разум? Хотите ли вы, чтобы ваш брак изменился? Хотите ли вы преображаться от славы в славу? Хотите ли вы быть даятелем? Аминь. Хотите ли вы быть обеспеченным? Потому что вы вступите во владение чем-то лишь в той степени, в которой вы этого хотите. Когда в нашей стране проходят политические кампании, президентская или другая предвыборная гонка, у Бога есть план относительно того, кто был бы благословением для страны, кто продвигал бы его план. И у него есть кто-то, кого он предоставит нам, если мы захотим. Вне всякого сомнения, в нашей истории были люди, которые могли бы занять этот пост, потому что они были людьми от Бога для этой работы. Но общественность не настолько сильно этого желала, чтобы голосовать за них. Аминь. Поэтому не всегда дело в том, что Бог обеспечивает, а в том, чего люди хотят. Дело не в том, чем Бог вас обеспечил, а в том, чего вы хотите для своей жизни. Бог позволит вам иметь все, что вас устраивает. Если вас устраивают неоплаченные счета, Он позволит вам их иметь. Если вас устраивают повторяющиеся проблемы со здоровьем, Он позволит вам их иметь. Но если вы когда-нибудь решите, с меня хватит, я отказываюсь иметь то, что имел, когда вы скажете, я прекращаю мириться с тем, с чем мирился прежде, Божья сила вас поддержит. Но она не сможет вас поддержать, пока вы не простретесь к ней и не скажете, это мое, я это беру, вот как я буду жить, вот чему я позволю быть в моей жизни, а вот что я не допущу в моей жизни. Точно так же с вашими детьми. Вы получаете от своих детей то, что дозволяете. Моя мама говорила нам так, вы можете начать со мной любой спор, понимая, что последнее слово будет за мной. Другими словами, вы можете что-то начать, но последнее слово за мной. Аминь. Вы понимаете, что она имела в виду. А слушаетесь, последнее слово будет за ней. Будете ей перечить, последнее слово за ней. Вы можете начать что угодно, если понимаете, что последнее слово будет за мной. Это то, что мы должны сказать дьяволу. Что бы ты ни начал, последнее слово за нами. Не ты определяешь конечный результат в моей жизни. Я определяю конечный результат. Но если вы не будете определять конечный результат, это сделает дьявол. Вы должны быть заинтересованы в правильном исходе. А не просто в том, чтобы плыть по течению жизни и будь что будет. Никогда не верьте этой старой заезженной фразе. «Все происходит не случайно. Видимо, на то есть причина. Наверное, это воля Божья». Причина, по которой с христианами происходит то, что не должно, в том, что они недостаточно сильно хотели правильных вещей. На спортивных соревнованиях, например, в состязаниях по бегу, может быть кто-то очень талантливый. То есть с правильным телосложением для того, чтобы быть самым быстрым, просто рожден для скорости. А может быть кто-то не настолько талантливый, но кто больше этого хочет. Тренеры ищут не просто талант. Они ищут кого-то, кто жаждет этого больше, чем другие. Если вы собираетесь жить жизнью, предназначенной вам Богом, вам придется хотеть то, что вам предлагает Бог, больше, чем дьявол хочет вашего поражения. Аминь. Тот, кто больше всего хочет чего-то, получает. Аминь. Ну, я-то хочу, но оно просто не приходит. Это потому, что вы не выложились полностью и не сказали, я не смирюсь ни с чем меньшим. Помню, Бог сказал мне кое-что много лет назад. Наверное, уже 35-40 лет назад. У меня были проблемы со спиной, и я так в полсердца использовала свою веру, в полсердца стояла на слове, а требуется всецелая отдача, не так ли? Итак, я в полсилы выкладывалась в слове, и я просто без особых усилий говорила, «О, спасибо, что я исцелена», и продолжала заниматься своими делами, не уделяя никакого внимания слову, не сосредотачиваясь на слове. А нам нужно неуклонно держаться того, что Бог говорит, не вяло, а крепко держаться. Итак, я так в полсердца говорила, «Ну, спасибо Богу, я исцелена, спасибо Богу, я исцелена». И спустя месяцы без исцеления, а лишь с такими попытками в полсилы, я однажды сказала Богу, будто Он был в этом виноват, «Почему бы тебе просто не взять и не исцелить меня?» Кто-то когда-то говорил что-то подобное? И Он сказал, «Ты не исцеляешься потому, что недостаточно сильно этого хочешь, тебе недостаточно больно. Если бы было больно, ты бы что-то с этим делала». И до меня дошло, дошло. И я начала выкладываться и прилагать усилия от всего сердца. Послушайте, когда вы всем сердцем прилагаете усилия к тому, чем Бог вас обеспечил и что Он называет вашим, ваш ответ не замедлит. Не придется долго ждать, когда это от всего сердца. И я нашла кассету Папы Хегена с проповедью «Называть несуществующее, как существующее». И я слушала ее день за днем, день за днем. И через три недели пропали все симптомы, вся боль ушла. Я даже не осознала, когда это все ушло, потому что я была настолько поглощена словом, что перестала думать и погружаться в то, с чем сталкивалась. Когда вы больше поглощены тем, с чем вы сталкиваетесь, чем тем, что вам обеспечил Бог, еще не все ваше сердце в этом. Вам нужно от всего сердца уделять внимание Слову и тому, что Бог называет вашим. Помните, что Иисус сказал больному у купальни Вефезда, «Хочешь ли ты стать здоровым?» Хотите ли вы этого? Насколько сильно вы этого хотите? Аминь. Все не придет просто от того, что Бог это обеспечил. Бог это обеспечил, но не потому оно проявится в вашей жизни. Ваша вера должна сказать, «Я не мирюсь с тем, что у меня было прежде, я больше не принадлежу царству тьмы, я принадлежу другому царству и начну именно так жить». Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует... Продолжение следует...